Ну что, друзья, всем привет! Добро пожаловать на канал Natalie4U Канал о косметике, красоте и немножечко о моей жизни Меня зовут Наташа Сегодня у нас чрезвычайно полезная тема Это то, как с помощью макияжа, какие есть лайфхаки сделать себя красивой, ухоженной, сияющей кожей, здоровым внешним видом Если вам такая тема интересна, то, конечно же, продолжайте смотреть Традиционно, прежде чем приступать к теме видео, я напоминаю вам, что кнопочка подписаться на канал есть внизу Также не забывайте, что ваши лайки, ваши комментарии очень сильно помогают продвижению и развитию моего канала Ну и ссылки на все мои другие соцсети, в которых я представлена, также внизу в инфобоксе Вы найдете, если захотите, проходите, подписывайтесь Я много где есть и часто там появляюсь Итак, я начну с того, как я наносила сегодняшний макияж Потому что именно в сегодняшнем макияже я постаралась применить те свои лайфхаки И те свои находки, которыми я, как бы, пользуюсь, ну, практически на ежедневной основе Первым делом, что хочется сказать, если мы начинаем по классической схеме Не как я обычно делаю, а сегодня я делала немножечко по-другому Я начинала с лица, а потом уже переходила к глазам Сейчас попозже объясню, почему И если мы начинаем по классической схеме визажистов Когда сначала наносится макияж на лицо, а потом наносится на глаза То очень-очень важным пунктом, очень важным моментом является увлажнение вашего лица Независимо от того, жирная у вас кожа или сухая у вас кожа Или нормальная, или комбинированная Если вы увлажните свое лицо с помощью базы Или с помощью вашего какого-то хорошего крема Который, в принципе, может заменить базу Перед тем, как вы наносите себе тон То тон ляжет наиболее ровно, наиболее красиво Не подчеркнет никаких шелушений Вам будет легко распределять этот тон Поэтому я очень сильно советую В частности, сегодня я использовала очень хороший образец Вот этой увлажняющей, той самой нужной увлажняющей базы Это совместный продукт Елены Богданович и Organic Kitchen И из увлажняющих, таких вот сияющих баз, на самом деле Которые я для себя выделяю Этот может стоять достойно на первом месте Сейчас у меня нет, например, Герлен Я тоже очень сильно люблю Вот это с жемчужинками база Но здесь гораздо более бюджетный продукт И вот если вы хотите попробовать Я, например, на Озон покупала Не знаю, проверьте сейчас, есть ли он в доступе или нет Очень хорошо подготавливает кожу к нанесению тона И здесь это очень важный шаг, который нельзя упустить Потому что все, внешний вид вашего лица Вот это та самая здоровая, красивая, ухоженная кожа Она создается с помощью хорошей подготовки к нанесению тональника Что касается тонов Вы знаете, что я очень сильно люблю Какие-то легкие, сияющие, там, BB, CC и так далее Кремы В том числе я очень люблю, например, вот этот вот Ну это не BB, не CC Но я очень сильно люблю вот этот тон от Chanel Который сам по себе является смесью такого какого-то ухода и тональника И очень красиво ровно ложится на вашу кожу Но я знаю, что многие любят что-то более плотное Что-то более стойкое И, например, не настолько сияющее Но возникает проблема Если вы уже как бы 40+, иногда даже в более раннем возрасте Любой плотный тональник или матирующий тональник Он подчеркнет вам морщины И здесь есть очень хороший лайфхак Очень хороший выход Который я тоже применила в сегодняшнем своем макияже Например, у меня есть тональник от Lancome Который я достаточно давно уже забросила И не применяла Именно потому, что с течением времени Он начал подчеркивать мне несовершенство на моем лице И это был один из моих любимых тональников Еще несколько лет назад Я его даже повторно покупала Tente Doli Ultra V Очень плотный, очень хорошо сидящий такой тональник И если вы молоды, свежи и цветете и пахнете То вы спокойно можете купить этот тональник Он будет таким стойким 24 часа Но что делать, если не хочется подчеркивать носогубные складки Или морщинки в уголках глаз с помощью тональника То тогда я добавляю сыворотку в тональник И это очень крутой лайфхак, который действительно работает У меня, например, здесь сыворотка от Pyunkan Yul Которая еще является такой очень увлажняющей Очень придающей сияние Очень такой жирненькой, хорошей И вот смешивая эти два продукта 50 на 50 Я нахожу идеальный для себя вариант Когда тон у меня ложится тоненько При этом держится долго При этом он еще как-то так здорово Или здорово сияет Но еще и долго держится Все свойства стойкого тонального сохраняются Но при этом он такой легкий, тонкий, освежающий Не подчеркивающий морщинки Лайфхак действительно рабочий Действительно классный Попробуйте его И следующим пунктом я вам назову среди лайфхаков Уж извиняюсь за свой грязный спонж Которым я сегодня наносила макияж Но именно спонжем я советую распределять все это дело Конечно множество есть разных интересных способов С помощью которых вы можете И кистями, и пальцами, и так далее Но наиболее равномерно И наиболее красиво, на мой взгляд Без всяких неровностей Может распределить все это дело спонж И этот же лайфхак с сывороткой Я применяю и для консилера тоже И вы знаете, мне настолько понравилось И здесь я хочу оговориться Что если я использую тон от Шанель То я его немножечко сюда тоже Вот так вот растягиваю в уголки глаз Например, и под глаза Он совершенно ничего не подчеркивает Но тогда мне не нужно в консилер добавлять сыворотку А если я, например, пользую какой-то другой тональный крем То добавив в консилер, в плотный консилер от Dior сыворотку Я получаю такое тоненькое покрытие Которое совершенно не подчеркивает морщинки Одна из больших моих проблем на самом деле Это то, что консилер очень часто может подчеркивать морщинки Какие-то складочки и так далее У тех, у кого активная мимика У меня мимика активная То консилер может западать в эти складочки и так далее Но с помощью сыворотки Это все настолько освежающе Но при этом легко получается Неплотным тоном наносится Что мне чрезвычайно нравится в последнее время И я от всей души советую вам попробовать этот лайфхак Еще один лайфхак, который я забыла озвучить для подготовки к нанесению макияжа И, к счастью, я его не буду показывать на себе Потому что у меня нет никаких подопытных для этого эксперимента Но я такое часто делаю И делаю всегда Если у вас выскочил какой-то нежелательный прыщик на лице То я его сушу с помощью глиняной маски И такой плотненькой какой-нибудь глиняной маски Которую наношу на ночь И она очень хорошо мне высушивает Помогает высушить мой прыщик на лице И он становится уже менее видимым И я уже становлюсь более спокойной Конечно, у кого-то есть какие-то другие методы Есть специальные средства, которые люди покупают Я много раз это пробовала И иметь какое-то специальное средство Которое в итоге за редким использованием приходится выбросить и так далее Ну и держать, если у вас это не частая история То, конечно же, нет смысла А вот такая простая вещь, как глиняная маска Я думаю, что у многих из нас есть в нашей бьюти коллекции Поэтому совсем маленькую точечку нанести на какой-то прыщик из глиняной маски И подождать до утра Все лучше Два-три дня и прыщик проходит Перехожу к следующему лайфхаку Не знаю, как вы его расцените лайфхаком или нет Но на самом деле мне очень нравится в рамках естественного макияжа Применение кремовых продуктов Да, наконец-таки для себя я нашла какие-то моменты идеальные с кремовыми продуктами В частности, вот у меня есть контуринг от Шик в 0,4 оттенке И вы видите, здесь уже дырочка образовалась Потому что каждый раз, когда я делаю макияж Я тянусь и я хочу применять этот продукт Очень легко все происходит Наверное, моя проблема была Я даже сама не знаю в чем Вроде ружба не руж У меня тоже был очень хороший продукт Но как-то меньше гораздо мне хотелось делать кремовую коррекцию И может быть по оттенку он был не настолько крутым и впечатляющим Как является Шик Может не настолько хорошо распределялся Я не знаю, казалось тогда, что нормальный Но рука так часто не тянулась Сейчас практически ежедневно На ежедневной основе я использую кремовую коррекцию И я понимаю, насколько больше естественности это придает в макияже Это тоже хороший лайфхак для того, чтобы как-то вот внутрь Создать какие-то естественные тени А не то, что у вас там сверху большое количество косметики наляпано Ну и кремовые румяна тоже У меня их не так много Там буквально парочку Но здесь я скажу, что румяна в шайбах Я бы не стала брать те, которые более твердые А взяла бы именно кремообразные продукты В частности вот у бюджетной марки ОК Бьюти Огромная линейка Там 5-6 разновидностей на все случаи жизни румян есть Мне хочется тоже пополнить запасы И они действительно классные Хорошо держатся на лице Хорошего такого румянца придают Но при этом очень экономичные в использовании И здесь я могу сказать, что в том числе красиво Если вы создаете какой-то единый контур Если вы, например, делаете какой-то легкий макияж То данный продукт можно спокойно нанести и на губы Данный продукт можно немножечко нанести на глаза И тогда все это вместе объединяется и становится очень красиво Кстати, румяна куда-нибудь на кончик носа нанести Или на складку века Действительно красиво И это в том числе могут быть кремовые румяна Которые все тем же спонжем И коррекцию и румяна Все тем же одним спонжем я продолжаю наносить И это все чрезвычайно удобно Если вернуться еще раз к консилеру То дополнительно хотела бы вам добавить Что я советую по восходящим линиям его наносить И так на самом деле гораздо лучше Не какие-то треугольники под глазами Для меня это давно уже прошлый век Потому что это слишком плотно Это слишком много Можно абсолютно спокойно вот такие линии Здесь, здесь, там нарисовать И в том числе в уголках губ Очень хорошо Если вы по восходящей Вот сюда, вот в уголках губ Сделаете консилером Высветление этой области Тоже очень красиво получается В частности, в сегодняшнем макияже Я все эти техники тоже использовала Также очень крутая штука Если мы говорим о такой свежести Да, о каком-то, ну, омолаживающем макияже Так скажем То это такая вещь, как высветление уголков глаз Не многие обращают на это внимание Но я в свое время еще много лет назад Наверное, лет 7-8 назад для себя отметила Была у меня девушка знакомая Которая практически не делала макияж Но у нее всегда были хайлайтером Таким самым-самым легким Подчеркнутые уголки глаз Таким даже мокрым, что ли, эффектом И она настолько выспавшейся Свежей и сияющей всегда выглядела Настолько это придавало эффекта Когда вот даже у тебя абсолютно нюдовый Может быть макияж То есть кажется, что ты совсем-совсем не накрашена Но у тебя вот совсем чуть-чуть Сияют уголки глаз Это освежает на 100% Очень советую вам тоже попробовать этот лайфхак Можно абсолютно спокойно сделать Либо светлыми сияющими тенями Не слишком такими с перебором Сухими Либо вашим хайлайтером Либо каким-то вот таким карандашиком Который я вам недавно в том числе от Бабр показывала Очень хороший лайфхак Который помогает вам сразу в момент свежести придать Возвращаясь к кремовым продуктам Еще одним важным пунктом, о котором я обязательно хочу вам упомянуть Является нанесение этих продуктов с руки Не нанесение прямо из тюбика, не дай бог Или с кисточки Потому что что мы чаще всего видим в роликах В инстаграм, на ютуб Или в тиктоке Или где угодно Где мы смотрим эти ролики Что вот так вот берет блогер И так жирными мазками Себе прямо со спонжа Наносит под глаза Почему я категорически против этого Хотя я могу, например, на видео частенько такие вещи тоже делать Потому что это вроде бы как эффектно выглядит Более эффектно, чем нанесение пальчиком Или нанесение отдельной кисточкой Но на самом деле это дает более жирный слой продукта Излишек продукта Нанося с руки Вы можете спокойно регулировать то количество Которое вам необходимо То есть вы немножко на руку Потом берете кисточкой или пальчиком И совсем слегка наносите И добавляете, если вам нужно Это не дает жирного слоя Это не дает перебора И вы всегда держите под контролем То количество, которое хотите нанести То же самое вы очень часто видите Девушки прямо из тюбика Там в частности вот где такие Шарлот Тилбери, например Кремовые румяна со спонжиком От всей души себе тыкают сюда Или там жидкие румяна Rare Beauty Тоже тыкают себе на щеки И потом как-то бах И все красиво Но если я не профессионал Я всегда буду бояться переборщить Мой лайфхак нанести на руку Растереть на руке в частности румяна И потом уже спонжем Столько наносить, сколько мне нужно И регулировать этот процесс То же самое с консилером Нанести на руку И потом кисточкой с руки наносить Это гораздо более удобно Более деликатно Поможет сделать вам макияж Ну и завершающие лайфхаки На сегодня будут у меня Про губы Самое первое, что хочу вам сказать Это конечно же Если у вас, не дай бог Губы сохнут Не забывайте использовать Какой-нибудь бальзам Какую-нибудь гигиеническую помаду Или любое другое увлажнение Есть специальные кремы для губ Которыми вы можете подготовить Свои губы К нанесению макияжа У меня такой проблемы нет Но даже несмотря на это Я все равно ввела в свою рутину Бальзам для губ Которым там, например На ночь всегда пользуюсь Это все равно улучшает состояние губ Это придает им Дополнительной ухоженности Легче ложится помада Как вы понимаете Весь процесс макияжа Приносит больше удовольствия Никаких шелушинок Никаких недостатков Подчеркнутых И так далее Итак, если губы мы увлажнили Кстати, многие забывают Просто про этот пункт Я сама отношусь к числу таких людей Поэтому я его и включила В лайфхаке Как сделать свой свежий Красивый и сияющий макияж Еще один лайфхак Которым я хочу поделиться с вами Который для меня является Очень важным В течение какого-то времени Это то, каким образом Я наношу карандаш на губы А именно Во-первых, мы берем Такой какой-то достаточно Спокойный карандаш Который подойдет Под любую бежевую помаду Я не беру слишком темный карандаш Я не беру слишком Сухой какой-то карандаш Средней мягкости И может быть даже лучше Очень мягкий Второй момент Этот карандаш должен быть Очень универсального оттенка Он должен быть что-то вроде Беладжио от Шик Или что-то вроде Пилу Ток от Шарлот Тилбери Или супер-супер бюджетный Дешевый карандаш Мисс Тайс То есть есть такие карандаши Которые являются супер универсальными И здесь мы опять говорим Про какой-то освежающий макияж То есть кто-то, конечно, любит Супер яркие оттенки помады Тогда это будут какие-то темные карандаши Графичные и так далее Но я от этого уже достаточно давно отошла Поэтому здесь даже про это не говорю И вообще темные губы Они должны быть более графичными Чем мне нравятся светлые губы? Что они могут быть не такими графичными Соответственно, это не подчеркнет какие-то морщинки у вас вокруг губ И самое главное Когда у вас уже начали опускаться уголки губ вниз Чтобы их дополнительно не подчеркивать Не доводить карандашом до самого уголка губ Ни сверху, ни снизу Я где-то три четверти довожу И дальше оставляю непрокрашенным И уже наношу какую-то кремовую помаду В том числе сам карандаш можно слегка растушевать С помощью пальчика Чтобы он вообще не был таким четким и графичным И потом дальше уже наносить помаду Помада может быть любой Но я очень люблю помады от L'Oreal Вы наверное знаете 171-173 оттенок Она действительно мне помогает создавать именно тот эффект Который мне нравится Очень легко, очень нюдово Не навязчиво, не вызывающе Но при этом красиво на губах выглядит То есть такая кремовая, губы ухоженные И все это действительно мне нравится в последнее время И позволяет не подчеркивать Вот например какие-то уголки губ Которые уже вниз поползли Или что-то в таком роде И дальше еще один важный момент Который я хотела бы упомянуть Это коралловый оттенок в центр губ Сейчас, сегодня он у меня тоже сделан на губах Соответственно что происходит Можно даже взять румяна в коралловом оттенке Можно взять помаду в коралловом оттенке Но не делать это слишком выделяющимся на все губы А сделать только в самый-самый центр И вы не заметите, насколько это придаст свежести вашему образу Вообще коралловый оттенок в румянах Или в помаде на губах Это очень-очень освежающе, очень красиво И много раз я об этом говорила Что персиковые коралловые оттенки Супер весенние, супер действительно какие-то омолаживающие эффекты имеют И мне писали, в том числе вы об этом в комментариях Под различными моими видео Что да, этот лайфхак пригождается и помогает Ну вот в частности у меня от Oak Beauty Я вам уже несколько раз показывала эти румяна Они такого похожего на коралловый оттенок И здесь соответственно можете спокойно потом сначала на щеки Потом себе на губы намазали И все нормально Увидите этот незаметный легкий такой эффект Это не чересчур вызывающе Если вы не любите яркие коралловые помады Я в принципе могу и такую использовать И вообще тогда переворачивается образ совершенно по-другому выглядеть Но если вы любите что-то более спокойное То можно совсем капельку, совсем точечку Во внутренний контур, во внутреннюю поверхность губ нанести И будет очень-очень красиво Ну и конечно же еще неплохой идеей является блеск Но именно в самый центр губ Тогда губы тоже более увлажненными и более пухлыми такими выглядят Я давно не использую блеск на всю поверхность губ Потому что мне это придает чего-то Как будто я поела там жирного плова или шашлыка Чересчур жирности А если вы не хотите вот этого перебора То немножечко блеска в центр губ И это все вот увлажнено Красиво, сияет Очень естественно Тоже такой неплохой лайфхак Итак, друзья, на этом на сегодня мы закончили Я надеюсь, что вам понравилось это видео Я надеюсь, что вы что-то взяли себе на заметку Нашли какие-то полезности для себя Очень жду вас внизу под видео в комментариях Чтобы мы встретились с вами, поболтали Может быть, какие-то лайфхаки для такого свежего макияжа Я забыла упомянуть И вы поделитесь и напишите Какие находки сделали вы Ну и также не забывайте, что ваши лайки Очень сильно помогают продвижению и развитию моего канала И если вы еще до сих пор на канал не подписаны Обязательно подписывайтесь Нажимайте на кнопочку Нажимайте на колокольчик Уведомления вам о выходе новых видео будут приходить Ну а на этом всем пока-пока И встретимся совсем скоро